Добрый вечер! В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели» в студии телекомпании Черкесского Тима Куршева о главных событиях и значимых моментах из жизни республиканской столицы за минувшую неделю в репортажах наших корреспондентов. Итак, сегодня в программе. Президент Владимир Путин поручил Роспотребнадзору проводить неплановые проверки школ и поставщиков продуктов. Сейчас мы этим занимаемся. Роспотребнадзор осуществляет строгий контроль за качеством еды в школах. Чем кормят детей? Смогла ли республика обеспечить всех младшеклассников бесплатным горячим питанием? Реклама в соцсетях. Очень много рекламы по данному заведению. Поэтому тут, конечно, люди знают, чем занимаются и от чего прятаться. Кальяны в кафе и ресторанах под запретом. Ограничения вступили в силу в конце октября. Следуют ли предприниматели черкесской буквы закона? Я неделями сижу без хлеба, если честно сказать. Выйти сама не могу, хотя вот здесь рядом магазин. Ну, когда как чувствую себя. Вынуждены жить в изоляции, так как опасаются за свое здоровье и жизнь. Как волонтеры молодежки УНФ помогают одиноким людям и инвалидам? Чем чаще всего болеют дети? Есть ли вред от прививок и как вырасти здорового ребенка? Об этом и не только в Международный день педиатра говорим с опытным детским врачом. В одном лице и страж порядка, и педагог-психолог. Каким должен быть участковый уполномоченный полиции? Ловят, лечат и отпускают обратно. В Черкесске продолжается работа по отлову и стерилизации безнадзорных животных. Чем кормят детей в школах? Смогла ли республика обеспечить всех младшеклассников бесплатным горячим питанием? Кто проверяет качество еды в школьных столовых и соответствует ли меню прописанным требованиям? Какие замечания есть у родителей? Эти и другие вопросы были обсуждены на заседании в Общественной палате региона. С участием руководителей муниципалитетов, представителей заинтересованных в министерстве, ведомств. Подробности в нашем сюжете. Для реализации наказа президента необходимо было в первую очередь обеспечить инфраструктуру в школах, оборудовать буфеты, организовать кухню, наладить систему снабжения продуктами. Еще в начале 2019 года прокуратура республики провела масштабную проверку, которая касалась вопросов обеспечения школьников горячим питанием. Тогда выяснилось, что из 181 образовательного учреждения республики, только в 145 работают столовые, в 30 – буфеты. Конечно, условия везде разные. Есть школы, где просто нет и никогда не было пищеблоков и столовых. Этот вопрос пришлось решать в спешном порядке. Благодаря усилиям глав муниципальных образований, начальников управления образованием, к началу учебного года во всех школах, 174 школы, нам удалось изменить ситуацию и обеспечить условия для питания детей. И сегодня в этих школах произведена реконструкция здания. Обратите внимание на слайды. Мы показываем, что было и что стало. Реконструкция зданий пищеблоков. Приобретено оборудование, столовый инвентарь. Организован подвоз детей и горячих блюд из ближайших организаций, осуществляющих деятельность по приготовлению горячего питания. На заседании были озвучены и некоторые результаты проведенных мониторингов. Напомню, что в сентябре этого года заработали горячие линии для родителей, учащихся первых-четвёртых классов на портале госуслуг, на сайте ОНФ и Минпросвещения. Там каждый желающий может изложить свои предложения и жалобы касаемо организации бесплатного питания школьников. Кроме того, депутаты Народного собрания республики провели встречи с администрациями школ. Родительскими комитетами посмотрели, как и чем кормят детей. Есть замечания, есть много каких-то там недоработок, может быть. Но в основном, хочу подчеркнуть, что во всех школах проведена огромная работа и 95% родителей, детей довольны и качеством питания, и организацией питания, и самим меню. Таким образом, свыше 84% опрошенных удовлетворены организованным питанием. Тогда как 4% высказали недовольство по поводу остывшей еды, 12% воздержались от оценки. Тем не менее, по словам других участников заседания, некоторые родители просят пересмотреть меню. По их мнению, список блюд школьных столовых должен быть более разнообразным. Руководитель Роспотребнадзора по Карачао-Черкесии Сергей Бескокотов отметил, что с 2021 года образовательные учреждения республики будут работать по новому меню, составленному с учётом новых требований СанПИНА. Он также добавил, что уже сейчас его коллегами осуществляется строгий контроль за качеством еды. Резидент Владимир Путин поручил Роспотребнадзору проводить неплановые проверки школ и поставщиков продуктов. Сейчас мы этим занимаемся. Начиная с октября месяца уже проводятся такие проверки. Уже есть выявленные нарушения. Скоро будут уже вынесены протоколы. Мы проверяем не только тех, кто осуществляет именно питание в школах, но и поставщиков продуктов питания. Для реализации процесса обеспечения горячим питанием республика из федерального бюджета получила в этом году более 80 миллионов рублей. Ещё 9 были выделены из республиканского и муниципальных бюджетов. Предполагается, что таким образом каждая семья сможет сэкономить не менее 12 тысяч рублей в год на школьном питании. Для многих семей это ощутимая помощь. Главное теперь потратить эти средства с умом. Так, чтобы ученики кушали в школьных столовых с удовольствием. Ватима Куршева, Андрей Дорошенко. Итоги недели. С 30 октября нынешнего года на территории России вступили в силу некоторые ограничения, касающиеся работы кафе и ресторанов. Речь идёт о запрете на кальяны и потреблении других продуктов, содержащих никотин. Но, как показывает практика, предприниматели не торопятся следовать букве закона. Тянут до последнего. На минувшей неделе к рестораторам Черкеска наведался народный контроль, чтобы предупредить об ответственности за несоблюдение установленных на федеральном уровне требований. О результатах проверки с участием депутатов, общественников и стражей порядка в сюжете корреспондента Артура Мхце. Всего несколько минут назад в этом заведении по улице Кавказской было многолюдно. Судя по социальным сетям и наружной рекламе, в полшестого вечера персонал должен был в поте лица заниматься обслуживанием клиентов. Может, все внезапно решили отлынивать от работы? Отсюда выходили люди, кто-то за ними их проводил и увидел, видно, что мы подъехали через камеры, ведя наблюдение, да, и закрыли. Но можно подумать, что не занимается, там кальянов нет, но тем не менее реклама там. Реклама в соцсетях, очень много рекламы по данному заведению. Поэтому тут, конечно, люди знают, чем занимаются и от чего прятаться. Закон достаточно недавно вышел, да, 19 лет всего, как он вступил в силу. Мы сегодня хотели именно мониторингом показать людям, где это нарушение и что этот закон вышел. Речь идет о так называемом антитабачном законе и дополнениях к нему. Первоначальный документ был принят в 2013 году. За семь лет депутаты Госдумы неоднократно вносили в него поправки. А в июле нынешнего года народные избранники утвердили отдельный закон за номером 303, согласно которому вносятся изменения в некоторые законодательные акты по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотин, содержащей продукции. С 30 октября он вступил в силу, заставив в первую очередь рестораторов всерьез задуматься, в каком направлении развивать свой бизнес. Ведь введенные ограничения теперь запрещают использование кальянов и табачной продукции в местах общепита. Проверкой соблюдения закона, защищающего здоровье людей в местах массового пребывания, занялись политики, общественники и стражи порядка. В соответствии с вновь принятым законом 303 ФЗ от 31 июля 2020 года. Вступил он в силу 30 октября этого года. К нему предполагается, кроме внесения в него изменений по включению кальян, содержащей продукции, заменителей никотин, содержащей продукции и ужесточения норм, требований по кодексу административных правонарушений. Первая организация, которую посетил народный контроль, расположена на Одесском переулке. Уже при входе ощущаются стойкие аромат кавказской кухни в перемешку с кальянным запахом. Найти источник второго не составляет труда. В одной из кабинок клиент сидит в клубах дыма. Вы в курсе, что есть ограничения? Собоятен германскому? Сейчас реализация таких услуг. Я лично была не в курсе. Впрочем, проверяющие на время отложили карательные инструменты. В условиях нынешней непростой ситуации людям стараются идти навстречу. Между кнутом и пряником выбирают второе. Задача мониторинга пока иная – предупредить рестораторов об ответственности за нарушение антитабачного закона. Вы администраторами? Да. Вы для себя пометите, пожалуйста, 303-й федеральный закон от 31 июля 2002 года. Потому что там предполагаются большие штрафные санкции, чтобы вы не стали как бы вот… Вроде как бы уютное кафе, да, чтобы не иметь таких каких-то последствий. Порой приходится объяснять администраторам заведений, что дело не только в отсутствии специальных информационных табличек о запрете курения. Хотя и они тоже должны быть. Однако развешивание предупреждений не отменяет необходимость отказа от одного из видов услуг. Если ваша организация позиционирует себя как место, где можно вкусно поесть, из меню придётся исключить кальяны и никотин, содержащую продукцию. Да и о здоровье клиентов, не желающих вынужденно быть пассивными курильщиками, тоже стоит подумать. Первый вопрос. Кальян у вас. Можно заказать, да? Кальян нет, у нас не действует. В кабинках у нас стоят специальные вывески о запрете курения. Каждый? Да, конечно, пойдёмте. Администраторы этого заведения по улице Лермонтова поясняют. Они соблюдают введённые ограничения. Самые действующие кальяны у них только на рисунках. А стойкий запах от реальных приспособлений остался с незапамятных времён. Несмотря на постоянное проветривание помещений. В этой организации по проспекту линия на проверяющих сперва приняли за очередных клиентов. Предложили меню с блюдами, не отказали и в приготовлении кальяна. У вас полный ассортимент питания, да? Угу. Именно с тем кальяна, да? Нет, ну у нас идёт кинозал, он идёт отдельным залом, где в принципе можно перекусить. Основной зал у нас идёт как кальянная, там мы не ставим кальян. Понять людей действительно можно. Ранее они не сталкивались с такими ограничениями. А потому осознание необходимости кардинальных перемен приходит лишь через некоторое время. Здесь кушают, здесь кальян курят. А зоны нету, зоны разделения нету. Разделения должны быть. Вот это нарушение с октября месяца идёт, и поэтому срочно же, ну с октября, что-то здесь, с ноября, на несколько дней, в любом случае срочно принимайте меры. Ну а о том, как отнеслись к проверке в этом заведении, вы уже знаете. А ведь задачей мониторинга кафе и ресторанов было именно информирование предпринимателей об ответственности за нарушения, чтобы у тех появился шанс исправить недочёты. Видимо, в данной организации и ряде других владеют всей необходимой информацией. И подсказки со стороны им точно не нужны. Есть добропорядочные люди, которые могли увидеть это. А есть люди просто, которые избежали тем самым, закрывая дверь. Это очень нехорошо, потому что мы в этой республике живём. Мы те же граждане нашей республики. И мы можем завтра же прийти, уже без телевидения, прийти, посмотреть, даже сделать контрольную закупку. Кстати, у жителей Черкеска также есть возможность принять участие в народном контроле. Свои замечания и комментарии о нарушениях антитабачного закона в местах общепита можно оставлять под этим видео или направлять в правоохранительные органы. Артур Махцемиха Каракелян. Итоги недели. В Черкесске поставлен новый рекорд рождаемости. Впервые за последние более чем 30 лет количество появившихся здесь на свет малышей превысило 2000 человек. В предыдущий раз нечто подобное было в уже далёком 1987 году. Тогда городской ЗАГС выдал 2047 свидетельств о рождении. В 2020-м велика вероятность, что этот рекорд будет побит. Ведь уже в середине ноября численность постоянных жителей региональной столицы пополнилась не только 2000-м за год новорождённым, но и 2020-м. Мы сейчас, конечно, очень рады, что рождаемость у нас увеличилась, причём намного увеличилась. Мы не ожидали, конечно, что мы дойдём до таких цифр, но дай бог, чтобы мы уже, по-моему, и дальше будем брать высоты. Для кого-то круглые или символичные числа не значат ровным счётом ничего. Впрочем, пришедшим в городской отдел ЗАГСа семейным парам вручение свидетельств о рождении их детей наверняка запомнится на всю жизнь. Зарегистрирована запись акта о рождении номер 2000 Киевой Ясмины Кемерлановны и запись акта о рождении номер 2020 Гущиной Алиси Дмитриевны. Столь значимое для города событие, так как поднятая на новую высоту планка рождаемости за год, не могло пройти без официальных поздравлений от руководителей разного уровня. Пусть в вашей жизни, в жизни ваших детей будет много каких-то интересных, да, много хороших и ярких сочетаний цифр. Пусть они все принесут вашим девочкам удачу. Если честно, я сам очень глубоко проникся и подумал, как надо чаще ходить на такие мероприятия. У меня у самого три девочки. Я как-то чуть потерялся, наверное, в работе, в этой суете, что таким богатством тоже обладаю. Поэтому мне вдвойне приятно вас поздравить с рождением Ясмины и Алисы. Для Дмитрия и Светланы Гущиных это не первый ребенок. Однако, говорят родители 2020-го малыша, рожденного в Черкесске в нынешнем году, они не ожидали, что их семейное счастье будет иметь столь большое значение и для других. Мы как-то и не ожидали, если честно, что так вот так все будет. Мы думали, просто как обычно придем, свидетельство о рождении получим. Ну да, так и бывает. Очень хорошее впечатление, очень рад, очень доволен, что ребенок родился. Эта радость самая большая в жизни. Почему одни дети болеют чаще других? Есть ли вред от прививок и как вырастить здорового и счастливого ребенка? Ответы на эти и другие вопросы знают педиатры. 20 ноября эти специалисты отметили свой профессиональный праздник. Наша съемочная группа отправилась в детскую поликлинику Черкеска и встретилась с врачом, чьей стаж работы более 40 лет. О задачах, перспективах и проблемах современной педиатрии в сюжете Марии Клоковой. Вера Мосичева – врач-педиатр детской поликлиники Черкеска. Выбор профессии за нее сделала сама жизнь. Вера Павловна выросла в семье медиков и уже с детства знала, кем станет. Педиатрия – одна из самых непростых отраслей медицины, ведь маленькие пациенты зачастую даже не могут сказать, что именно и где у них болит. Хватает в работе и рутины, но позитивные моменты все перевешивают. Мы много работаем, зачастую никогда отдыхать, мы много переживаем, но мы и радуемся. Мы радуемся, когда ребенок поправляется, когда ребенок родился, новорожденный. Это очень большая радость. Мы любим свою работу и у нас очень хорошие помощники, наши медицинские сестры, которые работают очень хорошо и стараются. Сегодня самая частая причина обращения родителей к врачу-педиатру – простуда или острые респираторные вирусные инфекции, среди которых особенно опасен грипп из-за риска осложнений. 95% – это вирусные инфекции, ОРВИ. Сейчас на дальний план уходят бактериальные инфекции, слишком много залеченных, антибиотиков очень много применялось. И сейчас, если раньше было дезинтерия, сальмоноллез в большом количестве, сейчас уже на первый план вирусные инфекции выступают. Ротовирусные, энтеровирусные инфекции, ну, вирусные инфекции. Грипп обычно с ноября месяца начинается, но больший подъем, с середины января идет грипп. Бывают годы, когда очень большой подъем гриппа, бывает, что меньше. Но грипп потихонечку приспосабливается, и вот благодаря вакцинации его становится меньше. Среди вирусных считается самый опасный грипп. Не коронавирусный для детей, а именно грипп. Очень важно, чтобы дети получали прививки, и не только от гриппа. Вакцинация позволяет избавиться от болезней, последствия которых могут быть очень серьезными. Отказ от нее приводит к тому, что дети сегодня болеют теми инфекциями, что считались полностью или почти побежденными. Например, корью. Но этот извечный спор, делать прививки или нет, продолжает разводить по разным сторонам баррикад родителей и врачей. Я работала в те времена, когда еще были тяжелые формы кори. Когда были такие инфекции, как паратит. Паратит мог закончиться бесплодием. Ну и другие инфекции. Просто родители. Вот сейчас время прошло, благодаря прививкам у нас много ушло. Но если 95% детей сейчас привитые, а будет меньше, чем 95%, идут инфекции. Сейчас уже поднимает голову корь. Поднимают голову многие инфекции. Просто надо быть привитым. И все. Тот же сам вакцинация БЦЖ. Она уберегает от туберкулезного менингита. Ведь у нас туберкулез полностью еще не ликвидирован. А что такое туберкулезный менингит? Это катастрофа. В целом, лечить сегодня, говорит Вера Павловна, стало проще. Улучшилась диагностика, появилось много эффективных препаратов. Но, как и прежде, самое главное, это чтобы ребенок вел здоровый образ жизни. Правильное питание, физическая культура и полноценный сон. Вот все, что нужно для того, чтобы вырастить здорового ребенка. А приучать детей к этому нужно личным примером. Ходить положено детям 3 часа. И если минус 10 и ниже, ветер, снег, дождь, тогда они не должны гулять. Но все остальное они должны гулять. А у нас иногда мама говорит, 2 градуса тепла всего, мы не пошли на улицу. Мы должны закаливать детей. Но если мы ведем здоровый образ жизни взрослые, дети нам подражают. Но дети никогда не будут вести здоровый образ жизни, если родители. Много будет в интернете, в компьютере. Сейчас же идет нагрузка еще на зрение. А нагрузка на зрение на сетчаток – это нагрузка на мозг, повышенная утомляемость, нехватка витамина Д3, она тоже взаимосвязана. Нехватка витамина Д3 взаимосвязана с частыми вирусными инфекциями. Дети должны уметь отдыхать и ложиться вовремя. Поменьше нагрузка должна быть в компьютере, в сотовом телефоне. Рациональное питание, свежий воздух, проветривание. И позитивный настрой. На первом году жизни ребенка посещать педиатра нужно каждый месяц, если нет никаких жалоб. Затем один раз в три месяца, а после двух лет – раз в полгода. Плановые визиты к врачу позволяют на ранней стадии выявить у ребенка возможное заболевание и вовремя начать лечение. Участковые педиатры – важная составляющая в системе детской медицины. Детские врачи ведут малышей с самого рождения. Они, как никто, знают о состоянии здоровья и проблемах своих маленьких пациентов. Это те врачи, которые знают каждого ребенка, начиная с рождения. Есть у нас доктора, которые уже внуков своих первых пациентов смотрят. И, зная особенности семейные, зная особенности, зная ребенка в семье, бывая у них дома, они – это как семейный врач, только в таком, в самом лучшем виде. Конечно, хотелось бы, чтобы участковая система не была разрушена. Сколько бы ни критиковали нашу медицину, все прекрасно понимают, что без врачей обойтись нельзя. И первые, кому обращаются за помощью – участковые доктора, терапевты и педиатры. В Черкесске 33 педиатрических участка. Из них укомплектованы только половина. Нужно ли говорить о той нагрузке, которая лежит на детских врачах? Особенно сегодня, во время пандемии. В учреждениях здравоохранения сделан ремонт. По программе модернизации закуплено самое современное диагностическое оборудование. Но по-прежнему главная проблема – нехватка кадров. Привлекательность первичного звена, видимо, надо будет облечь в такие материальные формы. Это и заработная плата, это и привлечение каких-то там оказаний или помощи в ипотеке, или коммунальные услуги. Вот каким-то образом надо, конечно, вот это звено укреплять. Есть понимание, есть усилия. Я думаю, они тоже окупятся. Международный день педиатра совпадает со Всемирным днем ребенка. И это не случайно. Так подчеркивается значимость профессии. От этого доктора зависит самочувствие маленького человека, состояние его здоровья, настроение, успехи в развитии, в учебе и даже обстановка в семье. Мария Клокова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Пока вузы и СУЗы республики переведены на дистанционку, некоторые студенты проводят время с пользой для общества. Герои нашего следующего сюжета успевают не только грызть гранит науки, но и помогать одиноким старикам и инвалидам. К сожалению, из-за пандемии коронавируса многие пожилые люди вынуждены жить в изоляции, так как опасаются за свое здоровье и жизнь. Одно дело, если есть дети и внуки, которые могут сходить за продуктами и лекарствами. Совсем другое, когда помочь просто некому. К таким людям приходят на помощь волонтеры молодежки ОНФ. В один из дней в акции «Добра» поучаствовала и наша съемочная группа. В 10 часов утра волонтеры молодежки ОНФ собирают набор продуктов. С просьбой о помощи к ним обратилась пожилая жительница Черкеска. Женщина больна диабетом, поэтому лишний раз не выходит из дома, опасаясь за свое здоровье. В списке определенный набор продуктов. Нужно найти указанные наименования и уложиться в бюджет. Чаще всего у пожилых какой-то свой выбор, который, ну, определенный выбор, который нужно кушать. Да, какое-то питание диетическое. И специальный хлеб нужно подбирать. Если мы уже купим не то, бабушка скажет, что вы где не то купили. Нужно специально подбирать то, что хочет сама бабушка. Собрав заказ и купив еще и лекарства в аптеке, волонтеры направляются по заявленному адресу. Ребята уже не первый раз пишут на помощь к Валентине Васильевне. Мы привезли все, что вы хотели. Вот ваши сдачи, вот чеки. Откуда вы узнали о том, что волонтеры? У меня диабет, я в эндокринологию обращаюсь, лекарства получать. А после инсульта я не могу сейчас ходить. Я позвонила в регистраторе, мне дали телефон. Первый раз обратились? Второй. Второй раз. А вообще благодарны ребятам, что вы представляете? Очень. Я же не могу. Я неделями сижу без хлеба, если честно сказать. Выйти сама не могу, хотя вот здесь рядом магазин. Ну, когда как чувствую себя. Поэтому очень благодарна. У пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями высокие риски получить от коронавируса серьезные последствия в виде осложнений. Поэтому многие обращаются за помощью к волонтерам, чтобы не посещать места массового скопления людей. Ребята помогают купить и доставить продукты, лекарства, товары первой необходимости. Сегодня им нужно посетить и республиканский онкологический диспансер. Еще одна жительница Черкеска попросила забрать рецепт на жизненно необходимые ей лекарства. Любовь Александровна также находится в зоне риска. И не имея возможности попросить помощи у близких, попробовала обратиться на горячую линию. Конечно, я еще с первой волны волонтерской службы пользовалась. Это вообще неоценимая услуга. С нашими болезнями сейчас вот выходить. Это очень хорошо. Каждый раз вот приносят, и я каждый раз благодарю. Я говорю, в другие времена сейчас бы и чаем, а время не такое. Конечно, конечно, вы что. Это неоценимая услуга сотням старых людей, которым некому помочь. Это даже вопросов нет. Перед тем, как волонтеры направляются по конкретному адресу, заявителями общаются координаторы. Ася Макарова принимает заявки и далее распределяет их. Вся информация документируется и обрабатывается в электронном виде, чтобы грамотно скорректировать действия волонтеров. Сейчас количество звонков значительно уменьшилось. В день поступают около 10 обращений. Но работы все равно хватает. Мы работаем с марта месяца 2020 года. Ранее, конечно, звонков у нас было очень много в день, очень интенсивно. Сейчас немножко на оболь пошло. Звонков обычных, простых, с консультациями и прочим, бывает до 10 в день. А именно с заявками в основном на лекарственное обеспечение, льготников, или просто купить в аптеке лекарства, человек там находится на самоизоляции, или просто боится выходить. Ну, где-то до пяти звонков бывает в день. С какими вопросами обращаются люди? Ну, в основном это лекарственное обеспечение льготников. Это лица пожилого возраста, старше 60+, либо маломобильные. Есть молодые, у нас относительно молодые люди, но которые не могут выходить. То есть это инвалиды первой группы. Вот, они тоже обращаются, они тоже льготники. Волонтёром может стать каждый желающий. Но в основном это молодые ребята, которые уже не один год оказывают помощь людям. С началом пандемии их деятельность приобрела совершенно другие масштабы и стала особенно необходима и значима. Я вообще волонтёр с первой ещё волны, с марта, да? По-моему, 10 марта штаб открывался. Первое время я был в штабе, отвечал за аккредитацию и набор волонтёров. Сейчас больше времени, и уже выхожу на заявки с новыми волонтёрами. Вот она только начинает свою деятельность в качестве волонтёра. Волонтёрскую деятельность я вообще начала с 8 класса. И меня, если честно, это сильно затянуло. И с 8 класса я продолжаю свою волонтёрскую деятельность. И вот на то время, пока нас перевели на дистанционное обучение, я решила тоже заняться волонтёрским движением, так как у меня появилось больше времени. Акция «Мы вместе» – это не только про волонтёров. Это про то, как нужно помогать друг другу в сложных ситуациях и не оставаться равнодушными. Ведь вокруг нас так много одиноких людей, которым помощь жизненно необходима. Наши подопечные всегда реагируют с благодарностью, говорят ребята. И это самая лучшая награда. Хатима Куршева, Михаак Ракелян. Итоги недели. В Черкесске продолжается работа по отлову бродячих собак. Животных отвозят в приют временного содержания, в Кисловодске, проводят полное ветеринарное обследование, лечат, после чего их помечают бирками и возвращают в прежнюю среду обитания. Специальная клипса означает, что собака стерилизована и привита от бешенства. Есть ли польза от такого способа решения проблемы собачьих стай и куда обращаться по поводу бездомных животных, расскажет Мария Клокова. Отлавливать бродячих собак по схеме ОСВВ отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в Черкесске начали в конце прошлого года. Программу прошли уже более 200 четвероногих. Во время режима самоизоляции ограничений ее действия пришлось приостановить. В связи с коронавирусом мы вынуждены были временно прекратить отлов, потому что специалисты, которые, подрядная организация, которая занимается этим, они тоже были на карантине, специалисты болели. Вот сейчас мы заново возобновили, потому что за этот период жалобы от жильцов города участились, и вот мы заново возобновили работу. Вынужденный перерыв стал своеобразной проверкой эффективности программы ОСВВ. После прекращения отлова бродячих собак на городских улицах стало гораздо больше. Мэрия города заключила новый контракт. До конца года планируется отловить порядка полусотни животных. В первую очередь делать это будут вблизи школ и других социально значимых учреждений. Заявки на отлов поступают от горожан. Обычно люди, которые в курсе, они обращаются к нам в управление ЖКХ, отдел контроля городского хозяйства, оставляют заявку. Мы эту заявку вносим в реестр, и уже когда специалисты приезжают, мы передаем адреса, откуда поступают жалобы, и они отрабатывают по данным адресам. Животных стараются ловить поводком, приманивая лакомствами и игрой. Если же собака агрессивная, приходится использовать наркоз. К каждой собаке мы подходим индивидуально. То есть, если собака идет на контакт, тогда ничего не приходится применять. А если собака агрессивная или же явные признаки бешенства, тогда мы применяем снотворное. Снотворное действует в течение 5-10 минут. Ну и непосредственно уже грузим собаку в машину. После отлова собак отвозят в пункт временного содержания в Кисловодск. Там животных стерилизуют, проверяют на предмет болезней, при необходимости лечат и обязательно делают прививки от бешенства. Затем четвероногих, не проявляющих агрессии, возвращают обратно. При этом каждой собаке вешают специальную бирку. Это означает, что животное не представляет опасности для людей, конечно, если его специально не провоцировать. Любая собака безопасна, если ее не провоцировать. Но что дает эта бирочка? Эта бирочка обезопасивает то, что она уже вакцинирована, стерилизована и ничем в случае укуса от нее, если ее не разыграть, то она безопасна будет. Никаких уколов не потребуется. Хотя не все согласны с возвратом бродяжек обратно в свои дворы, но именно такой вариант в перспективе снизит их популяцию. Ведь при изъятии собак из среды обитания на их место, таков закон природы, приходят новые. А если вернуть социализированную, неагрессивную, стерилизованную собаку, то она, во-первых, не даст занять свою территорию другим особям, а во-вторых, сама не оставит потомства. Мария Клокова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Он обязан знать обо всем, что происходит в зоне его ответственности. Быть не только самым близким горожанам-стражам порядка, пресекающим нарушения, но и педагогам-психологам, способным решить семейный конфликт или провести профилактическую беседу с трудными подростками. По его работе нередко судят обо всей правоохранительной системе города. На минувшей неделе участковые и полномоченные полиции отметили свой профессиональный праздник. С одним из них, сотрудником 7-го опорного пункта Черкеска, Мухтаром Картмазовым, встретился наш корреспондент Артур Мхце. Участок сделал он, бегал везде, деревья вот эти гнилые убрал. Да, что не попросишь, справки, мавки обязательно. Своим участковым мы очень довольны. Не на словах, а на деле он себя не один раз показал. Когда горожане говорят о признательности к сотруднику полиции за его квалифицированный труд, далеко не всегда верится в искренность слов. Так уж вышло, что о работе стражей порядка люди высказываются либо плохо, либо никак. Но познакомившись ближе с участковым, уполномоченным 7-го опорного пункта Черкеска, Мухтаром Картмазовым, начинаешь иначе воспринимать произнесённое о нём. Я это принял, обратился в Зеленстрой, руководителю Зеленстрой. Так вот так попросил, вот он выделил машину, технику. Ребята приехали, попилили, всё, спилили, убрали. Они очень обрадовались. Говорят, слушай, ну, слушай, а может сделать так, чтобы у нас здесь детская площадка была? Ну, не знаю, ну, можно подумать, что я знаю. Казалось бы, сотруднику полиции было бы достаточно подсказать людям, куда именно им стоит обратиться, чтобы спилить сухостой или установить детскую площадку. Однако он почти каждую просьбу горожан о помощи воспринимает, как возможность доказать всем, что задача страже порядка – приносить реальную пользу в каждом вопросе. Чисковый – это тоже сотрудник полиции, это в первую очередь слуга народа. То есть слуга народа, он должен быть человеком, быть грамотным, компетентным в своем вопросе и быть принципиальным в некоторых вопросах, не давать слабинку в никаких вопросах. То есть вести свои дела должным образом, разбираться, кто прав, кто виноват, всех выслушать и каждому дать дельный совет. Мухтар Каркмазов в органах внутренних дел с конца 2009 года. В 2016-м стал сотрудником отдела по делам несовершеннолетних. Спустя пару лет был назначен участковым 7-го опорного. Признается в любви к своей профессии. Считает, что только человек, не безразличный к своему труду и конечному результату, будет пользоваться уважением и авторитетом у населения. Я полюбил полицию, потому что здесь есть возможность людям помогать. А действительно, проблем, бед, много людей. На самом деле, очень много проблем. В основном, это бытовые вопросы, семейные вопросы. Сейчас в связи с отоплением, переход на зимний период времени, много вопросов возникает с отоплением. То есть нет отопления. То есть участковый теперь и отопительными вопросами занимается? Да, да, да. Умение общаться с различными категориями граждан для полицейского весьма ценное качество. Да, участковый должен досконально знать свою зону ответственности и по возможности людей, которые на ней проживают. Однако бывает, что надо помочь коллегам с рейдом по торговым объектам. Либо вместе с сотрудниками из другого опорного пункта установить законность пребывания в городе приезжих попрошаек. В этом дворе по Пятигорскому шоссе в ночное время можно потерять даже себя. Кромешной темнотой нередко пользуются охотники за чужим добром. То ворующие из припаркованных авто, оставленное в салонах добро, то скручивающие с них колеса. Такие дела также могут лечь на плечи участкового. Именно он в состоянии по горячим следам определить направление поисков. Так, в случае с этим транспортным средством Мухтару Каркмазову удалось найти злоумышленников и вернуть хозяину его имущество. Знаете ли вообще телефон участкового, по которому можно обратиться? Конечно, знаем. У нас, конечно, знаем. Первую очередь к нему обращаемся. И отзывается очень хорошо. Минут 5-10 он уже здесь. На наши отзывы очень хорошо отзывается. У участкового, в отличие от коллег из других подразделений, по сути не бывает выходных. Ведь его помощь может понадобиться людям в любое время. Да и в свой профессиональный праздник Мухтар также на работе. Встречается с обратившимися к нему горожанами. Кому-то мешают шумные соседи, другим слишком активные автомобилисты. Третьи хотят, чтобы он перевоспитал их непослушного ребёнка. Ещё одни надеются, что благодаря их участковому двор будет менее опасным в тёмное время суток. Проблем у людей много. Решение далеко не всех из них в ведении этого полицейского. Однако он старается помочь каждому, чем может. В прошлом году в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на базе Центра образования номер 11 города Черкеска открылся консультационный центр по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять воспитание детей, оказавшихся без попечения родителей. Инициаторы создания центра «Как в воду» глядели. Ведь сегодня в связи с пандемией многие образовательные учреждения вынуждены переходить на дистанционное обучение. И бесплатная помощь по самым разным вопросам воспитания и развития детей становится всё более востребованной. «Воспитание – это искусство, которое должно совершенствоваться из поколения в поколение», – сказал кто-то из философов. И с этим трудно не согласиться. Но с одной ремаркой – воспитывать нужно не только детей, но и родителей, от которых в большей степени зависит, как будет развиваться их ребёнок. Именно для этого по всей стране и созданы подобные консультационные центры. Взрослого человека учиться не заставишь, но мамочки, движимые заботой о своих чадах, приходят к специалистам добровольно. Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить и не выходя из дома. Онлайн на профильном сайте «Растимдетей.рф». Задача и, соответственно, сайта «Растим детей» платформы, и, соответственно, работы нашего консультационного центра, она нацелена на одно – чтобы семья была счастливой, чтобы и родители были довольны, а самое главное – чтобы наши дети были всегда счастливы. Поэтому мы работаем без выходных, мы работаем как очно, так и заочно, и осуществляем выездные консультации. Это продолжается у нас работа. По словам директора консультационного центра, только в 2019 году его специалистами, а именно психологами, логопедами, дефектологами, юристами, оказано более 20 тысяч услуг. Важно отметить, что для их получателей всё это бесплатно. В этом году в связи с пандемией работа центра временно была переведена в онлайн-режим. Но на данный момент очный приём восстановлен с соблюдением всех необходимых требований по санитарной безопасности. Если детей не с кем оставить, то их можно взять с собой. Пока мамочку будут консультировать, ребёнка в другом кабинете займёт специалист. И он тоже проведёт это время с пользой. Обращаются по взаимоотношению детишек в семье, воспитанию именно начальной школы. Интересуются, какая должна быть нагрузка в начальных классах. Стоит ли помогать детям с выполнением домашних заданий и как? Как строить взаимоотношения родителей, если родители в разводе, допустим, с детьми? Какое влияние могут оказывать бабушки и дедушки на воспитание детей? Ну вот в таком формате. А есть ли вопросы, связанные с тем, что какие-то психологические проблемы в связи с дистанционным обучением, с пандемией? Такие вопросы были в основном ранее, когда только перешли на дистанционное обучение. Для всех это был, естественно, стресс. И для взрослых, и для детей. И были вопросы, как правильно выстроить образование ребёнка, чтобы это не было вредно и для психического, и для физического здоровья детей. Сейчас таких вопросов меньше, потому что более адаптированы дети уже. Если психологически к дистанционке многие уже как-то адаптировались, то технические вопросы онлайн-обучения у детей и их родителей всё ещё возникают. Разрешить их тоже помогут в Республиканском консультационном центре. Вы можете позвонить по бесплатному телефону, получить консультацию. У нас есть специалист, который подскажет, как подключиться к сети интернет, как выйти на ту или иную платформу. Мы проведём эту разъяснительную работу. И кроме этого, дорогие наши мамы, папы, бабушки и дедушки, мы скажем, что переход на дистант – это не страшно. Мы вам покажем, в чём особенность работы в этот период, когда вы работаете с помощью дистанционного образования. Но многие родители, а скорее даже подавляющее большинство, всё же надеются на то, что образование вернётся к своей классической форме. Что же касается Республиканского консультационного центра, то он выиграл грант и на 2021 год. И продолжить оказание своих услуг. Руслан Альботов, Михаил Каракелян. Итоги недели. На сегодня всё. Все наши репортажи, а также необходимую информацию можете посмотреть на официальном сайте телекомпании «Черкеска» и на наших страницах в социальных сетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова А.Кулакова